Півторарічный малюк помер в лекарне. Батьки впевнены, медики поставили хибный диагноз, через что неверно лековали дитинку. Независимая комиссия облздрава провела расследование. Каков же ее вердикт и почему врачи, как только узнали о смерти мальчика, закрылись в кабинете? Абзац в Днепропетровске. Он ее любил. Любил просто сам. Ну, самая любимая его девушка была. Очень тяжело. Просто последнее время жили. Я говорю, наверное, одну мысль просто доказать. Хочется, чтобы такие врачи не лечили. Наши дети. Абзац был единственным, кто приехал поддержать семью Волошиных в то страшное утро. Вместе с мамой я безуспешно пытался найти лечащих врачей маленького Никиты. У тебя здесь находился ребенок? Скажите, а где врачи? Не скажу. Они все по кабинетам попрятались. Он только выглядывает. Единственное, чего мы тогда смогли добиться – очной ставки замглавврача, которую прислали отдуваться перед камерами. Претензии мамы, что Никите не оказывали необходимой медицинской помощи, утонули в общих фразах руководства. Пишут совсем не так, как все было. Вплоть до диагноза. Вот я сейчас дочитываю лист назначения, а как ему все делали. Этого не делали. Как вы это прокомментируете? Это дописывалось или что? С медицинскими документами, кроме текущей работы, абсолютно никаких других мероприятий не производилось. В таком случае как получается, что мама говорит, что эти назначения не делались ребенку? Это, конечно, трагедия, огромная трагедия. Это случай из ряда вон выходящий. И я думаю, что по этому поводу будет работать много комиссий, много компетентных людей будут изучать медицинскую документацию и делать выводы. И вот спустя полтора месяца выводы сделаны. Полутора годовалый ребенок умер от двусторонней пневмонии, а врачи все сделали в рамках своих возможностей. Такое заключение дает якобы независимая комиссия облздрава. В тесном кабинете чиновников яблоку негде упасть от специалистов, которые пытались расследовать дело. То есть согласно этого всего мы видим, что все это проводилось согласно установленного диагноза острый бронхит и согласно приказу протокола Министерством взрывоохранения утвержденного клинического протокола по детской пульмонологии. При этом грубых нарушений в обследовании и лечении ребенка, те, которые бы привели к таким тяжелым последствиям, не отмечено. Да и вообще всему виной агрессивный вирус, осложнившийся воспалением легких. К сожалению, ремонией у детей такого раннего возраста очень опасное заболевание. Оно смертельное для себя. Поэтому антибиотики оказались неэффективными. В итоге никто из врачей, принимавших участие в лечении ребенка, не наказан. Не за что решили их коллеги в облздраве и сами себе начали противоречить. При нестабильном состоянии ребенка на утро 13-го числа, после того, как убила бригада, уехала бригада, все-таки утром нужно было вызывать повторно реаниматолога. Ну, объясняется это дальше тем, что, учитывая, что договоренности были по переводу ребенка, уже это ничего не выполнилось. В критический момент ребенку не вызвали реанимационную бригаду. При этом все медики по заключению комиссии сработали нормально. Чувствуете эту глубину разбирательств? А вот и еще одна нестыковка. Цитирую члена независимой комиссии. Потому что мы рецендируем именно в документацию ребенка, вашего комиссия как бы не видит. И что происходило, мы не можем сказать. Мы можем судить только все из данных истории болезни. И, насколько нам известно, история болезни была буквально сразу изъята. Поэтому история болезни является региональной. И моментов там никаких быть не может. А вот родители утверждают, как только врачи узнали о смерти малыша, закрылись в кабинете и дописывали историю болезни. Это подозревает и прибывшая в день гибели Никиты полиция. Они затребовали историю болезни ребенка, дабы с ней знакомиться. Им эту историю болезни не предоставили, не объяснив причин. Они не согласны с лечением. К тому же в истории болезни появились записи специалистов, которых мама в глаза не видела. Нас не смотрели. Но и это не все. Ребенок, умерший от двусторонней осложненной пневмонии, поступил с совершенно чистыми легкими. Это цитата из истории. А вот снимок, подтверждающий написанное дивным образом, потерялся. Мистика. Я сама лично подходила на пост медсестры и говорю, снимок сделали, результаты есть, есть. У вас сердце легкие, чистые. А ребенок задыхался, да не могу, уже 10-го числа. Я говорю, почему он так кашлят, если легкие, чистые? Ну, где снимок? Он утерян. Ну, где снимок? Значит, уже какая-то нестыковочка идет. Идет, и сам снимок. Ксения в отчаянии такого непредвзятого расследования не ожидала. Они, как говорят, нам нечего предъявить. Мои слова ничего, как бы, не имеют никакой силы. Единственная надежда мамы остается на следствие. Там открыли криминальное производство. Если полиция докажет подделку истории болезни или других документов, врачи могут сесть на срок до трех лет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...